Исторические опыты Существование данных структур, на мой взгляд, заключается в том, что осознавая, что искоренить преступность в корне невозможно, если в стране не действуют религиозные догматы строгого характера, привести ее уровень до неопасного для государства и общества не только путем планомерной и решительной борьбы с судебными и иными репрессивными мерами, Но и целым комплексом социально-экономического, административного и воспитательного характера Как известно, государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того, чтобы окончательно не превратить ее в ад Чем меньше преступников уйдет от ответственности, тем больше реальность осуществления принципа неотвратимости наказания Данный принцип в нашей стране ослабляется целым рядом обстоятельств Этот длительный розыск преступников, а иногда безуспешный, качество предварительного расследования, все это приводит к беспределу и вседозвольности Большое опасение вызывает тот факт, что в немалой степени психология преступного мира, антиобщественного поведения явно берет верх над психологией честного троженника и законопослушного гражданина Хотя при этом общественный запрос формально требует беспощадной борьбы с преступностью Создается странная, мягко говоря, ситуация, когда общество требует укрепить законность и правопорядок И при этом само стоит в сторонке Более того, активно вмешивается в деятельность правоохранительных органов, когда касается непосредственно родственников, друзей и так далее Пойти понятым не соответствует понятиям, а тем более свидетелям это затрагивает честь На формирование общественного сознания в нашей стране оказывает воздействие множество факторов Экономического, социального, общественного морального народа, исторические и этнические традиции, а также слабость образования У входа в один из университетов ЮАР написано Уничтожение любой нации не требует атомных бомб и ракет Требуется только снижение качества образования Пациенты умирают в руках таких врачей Здания разрушаются от рук таких архитекторов Справедливость утрачивается в руках таких судей и юристов Известно, крах образования это крах нации Общество должно занимать принципиальную позицию в оценках происходящего Упражняясь в критике президента, органов власти, в том числе и милиции Говорят, что все плохо, все пропало Рождая ненависть ко всему и каждому, мы превращаемся, извините, в лицемеров Ненависть развращает нацию Страну невозможно разрушить до тех пор, пока сам народ не станет могильщиком Своей собственной безопасности, своих традиций и в целом этнокультурного кода К сожалению, мы можем стать народом, у которого все страницы истории уже расписаны Экономическая ситуация, общая безработица, низкая зарплата влияют на преступность Однако, как утверждают ученые, в том числе ученые-криминологи, да и практика показывает Что экономические условия являются лишь косвенными предпосылками преступности Ведь подавляющее большинство имущественных преступлений совершаются не только в силу нужды Но и в силу корыстных интересов Правоохранительные органы, в том числе и милиция, не способны и не в состоянии решать все эти вопросы Без прямого и открытого диалога с обществом, без реальной поддержки институтов гражданского общества Средств массовой информации, советов старейшин, ветеранских и инвалидских организаций, молодежных объединений Мы не сможем повернуть общественное сознание в направлении законности и правопорядка В целях использования потенциала институтов гражданского общества Воспитания у населения активно гражданской позиции И преодоления существующего правового нигилизма Для создания широкого представительства населения в органах милиции Министрам внутренних дел были даны указания об учреждении общественных советов Которые будут функционировать как при министре внутренних дел, так и начальниках территориальных органов Реализация тесного сотрудничества органов внутренних дел с гражданским обществом И средствами массовой информации, на наш взгляд, приведет к повышению доверия граждан Сотрудникам милиции и росту социальной активности правосознания граждан Если представим преступность болезни общества, раковой опухоли, населения То правоохранительные органы, в первую очередь милиция, так как милиция стоит на переднем рубеже борьбы с преступностью Являются хирургией, которая может спасти организм от гибели или не может Но не в силах предупредить ее причины Современный американский писатель Джордж Мартин говорил Люди всегда требуют правду, но она редко приходится им всем по вкусу